друзья всем привет пригласили меня компания гермес продемонстрировать бороны и всего производства но у них покупали рун помните лопату мне они дарили для снега и делали они бороды и бороды но разная одна пружинная и вторая зубовая и мы с ними договорились чтоб на поле продемонстрировать посмотрим как они справятся по дисковке я сюда говорю выставка выставка и в поле это другое самая лучшая демонстрация это их я новинка давно они говорили что собираются делать бороды это и что как 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 Тут была дисковка, наверное, одна. Вот та, вторая, также раскладывается. Это тоже 9-метровая. Виталя, все помнят его, как он рассказывал у нас Зарум. Я думаю, зрители постоянно точно помнят. Но рассказываю, ширина, какая задумка. Всем доброго дня. Хочем вам показать наши новинки этого года. Представляю вам борону БЗУ-9 Делюкс. Робоча ширина захвату 9 метров. Загальна ширина захвату 9-20 метров. Рама виконана каркасно, цильно зварена. Гідроцилиндри на складання. Рамка находится по центру ваги борони. Не так, как обычно, ближе к трактору. А именно по центру ваги борони. Это для того, чтобы конструкция довше, надежнейше ходила и не працювала на скручивание. И в процессе эксплуатации не появлялись никакой трещины на раме. Потом идем дальше. Упорные колеса вмонтованы штатно на эту борону. А именно для того, чтобы можно было работать с этой бороной в плавающем режиме. Чому? Потому что технологичная боронка должна пройти по всем неревностям поля. Если заштопорить жесткие гидроцилиндри, то рама может при наезжании на гор, какая-то одна из частин борони, левая или правая, может выезжать. И борона потом автоматически вытягивается из земли. Поэтому сделано все в плавающем и поставлено для того, чтобы она правильно працювала упорные колеса. Поэтому рама может работать на складании вверх или вниз. Теперь идем дальше. Борона, сама секция. Зрублена вона, сварена, полностью жестко тут. Но эти четыре пластины работают как торсион. И на скручивание, и на растягивание. Они амортизуют. Это будет видно с долгими роками. А какой вес у борони? Вага цей касете 39 кг. Что соответствует стандарту средней борони. Зуб тут. З разрезом на одну сторону. Так, как и раньше было. Чотирогранный зуб. Дуже чудово працюет на разбивание грудки. На что нужно этот разрез? Если человек хочет оборонировать раннюю весной посевы, она берет эту касету и развертает. А, для этого здесь вот эти отверстия, да? Так, эти отверстия для того, чтобы можно было развертать. Это более щадящий режим. Так, так. Вона потом выезжает на поверхность поля и идет по верху. Если наоборот, как лапа культиватима. Если наоборот, то она очень жестко и швидко зануривается в землю. Сам привид борони, сделан без тяг, без штанг, без всяких пальчиков. На цепку, в закаленном цепку, 14 пруток для большей долговечности. И сзади сделано поднимающий цепок. Он работает только тогда, когда вся борона поднята. И все. А вообще, как показывает практика, как должна работать борона. Перед всегда немного поднятый, зад немного зануривается. Тогда она чудово работает. Тут мы объединяли все касеты допомяжным ланцюгом. Для чего это нужно? Все мы чудово знаем, что при работе в поле бороны постепенно наезжают одна на одну. И зачипаются одна за одну. Поэтому мы поставили допомяжные тут ланцюги. Для того, чтобы вся часть, все крилов, працювало, как шлейфовая борона. То есть они всегда вошли в замок. Даже если будет очень большой горб, то за допомогою боковых секций будет больше выравнивание. Все. Далее все пальцы, все крепления зафиксированы зи смазывающей системой и зафиксированы гайками. Без никаких, без никаких зазор. С обеих сторон, да, может это? Так, чтобы все плотно, надежно працювало. Там винтовая ризка, смачивальня на пальце есть. Отвори все есть для смазывания. То есть постоянное смазывание будет очень хорошо служить. Гидроцилиндр такой довжины установили для того, чтобы минимальное навантажение было на отрыв этих вуг. То есть, когда ставим короткий цилиндр, он то держит сам гидроцилиндр, но и будет большое навантажение на саму раму. Рама сделана из профильной трубы 80 на 124 и 60 на 80 так вот 4. Многие кто скажет, что этого недостаточно, но она каркасная. Она работает не на отрыв металла. Она в каркасе идет. 9 метров ширины захвата. Все цельно объединено прямокутником. Ширина самого каркаса – 1 метр. Ширина борони – 1,75 метра. За рахунок этой довжины, старые борони были короткие. Приблизно 1,30 метра довжиной. Но за рахунок великой довжины, она лучше идет по полю и лучше выровняет. То есть, чем длинная база, тем плавнее и плавнее она идет по полю. А транспортное положение, вы могли уже видеть на видео, складывается не под 90 градусов крила, а немного больше. Для того, чтобы все боронки и касеты смогли лягти на саму же раму. И также, чтобы было легче тримать гидроцилиндром. При раскладании потом раскрываются крила. Это лапы для сохранения. Складского, нескладского. Люди могут по-разному зберегать. Можуть раскрыть и полностью поставить на опорные колеса на четыре рами. Можуть скласти полностью, поставить на эти четыре лапы и в парковочном стане будет займать ширину 3 метра. Габарит в складеном стане борони меньше трех метров. Навизка трехточковая, сделана. Підсиленого типу. Допомежные подпорки трубы спереду. Растяжки для объединения с каркасом на бок. И центральная поддержка для равновесия. Эту борону мы сделали на основе, скажем, зубовой борони. Принцип работы брали за основу также плаваючи. Мы видим много жестких борон, на которых трубы находятся на раме. У вас есть такая борона. Мы взяли за основу кассетную борону. Почему? Потому что она также технологичная. Можливо, она не такая удобная в использовании. Можливо, она более громоздкая и тяжкая. Но технологичную операцию она будет выполнять. Не в всех есть возможность с 18-метровыми культиваторами работать. Испортной техникой, которая чудово планует поле. Для сравнения, посмотрите, пожалуйста, на поверхность этого поля. Здесь работает наша советская техника. Шириной захвата под УМЗ и МТЗ 4 метра. Физично 4-метровым обладнанием вы не сделаете очень хорошую и качественную бочку. Поэтому сделали это плавание для того, чтобы каждая секция, одна из шести, могла скопировать грунт, как угодно. То есть секция независимая? Она независимая. Она в плавающем режиме. Натягивается при нагрузке и поднимает, выезжает, как ей нужно. Коливание до 20 см перепады грунта. Если отнять еще опорные колеса и зазоры, приблизно от 10 до 15 см она может копировать. То есть занурить или выезжать. Сама касета сделана каркасно. Зварена профильными трубами. Дві щоки. Далее мы берем трубу сталь 20. Відповедную трубу 42. Станка 3 мм. И монтуем ее на касету. Если можете, пожалуйста, возьмите, пожалуйста. Здесь труба, каждая, находится на отдельном трубе. Это для того, чтобы каркас касеты не перерезал трубу в процессе эксплуатации. Все монтуется, фиксируется шплинтами. По воздовжению люфта минимально. Выставляется все регулированными шайбами там. Труба вся ряжется, сверлится на станку ЧПУ. Все идеально точно. А тут тоже 40 см, да? Так, тут также 40 см. Конфигурация пружины вот такая. Прут 10 см. Покрашена порошковой фарбой. Ширина тут 200 мм. Технологично, если расставить в ряд все эти пружины, ширина захвата между каждой лапкой 4 см. А там? Там 5,5 см. Потому что там рабочих органов меньше. Хочу в два раза меньше, но технологично 5,5 см. У них, в принципе, работа разная. Более для выравнивания почвы. Функциональность этих бурин абсолютно разная. Их не можно с этим сравнивать. Чому поясню? Вот такую грудку на швидкости, пружина, вона не способна ее разбить взагалі. Вона может ее... Но понимаешь, она вибрирует тоже, смотря какая еще земля. Нет, понятно. После дождя то справятся все бурни. Но эта технологичная предназначенная для разбивания и выравнивания, эта больше функция как прополка, вытягивание бурьяну, закрывание вологи в обоих одинаково. Но после жестких дисков, после грубой пахлоти всегда работают с зубовым бороном. Пружина борона не способна так выравнивать. Если после культивации, то абсолютно одинаково будут работать. Вот по регулированию куту нахилу. Просте надейное регулирование. Відпустили, подняли вверх, переставились, затягли. Жесткое щеплення через планку шестерку металу, флажок, всі поварені по округу, чтобы не отрывало. Выставляете кут нахилу и поехали працювати. Ширина захвату цієї борони габаритна 9,30, технологична 9 метров. Почему за вот это? Потому что вот тут уже будет пробел. Подожди, а отсюда? Не, 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 звідси рахуются. Звідси это будет 9,30. А працювати нужно, скажем, по раме. Тобто ходить нужно по раме. Если вы так пробронировали, то это не значит, что вот эта крайня выполнена. Тут будет полоса, пропуск. Как вы развертаетесь, нужно стать по следу раме. Тобто приблизно 15 сантиметров перехвату. Кто как ездит, у кого-то и метр, у кого-то два перехвата. Конечно, конечно. Это уже зависит от человека. Сама рама выполнена в подобной форме, как и зубовая, но она прошита навспись через основной несущий брус круглой трубой F57. Рама такая же, как и там, да? Ширина, так. Но конструктивно немного отличается. Не, я имею в виду сам брус. Брус, ширина, габарит, нависка на три точки. Все одинаково. Совершенно мы пытались сделать так, чтобы они были одинаковые и схожие одна на один. Центральные вуха, на подъем так же десятка металлов. Смотрите, как обваренный до рамы. Чтобы уже неспроможный был цилиндр его отрывать. Тут вуха. Цельная вуха и на складание, и на гидроцилиндр. То есть это также не приваренный шов до трубы, а захвачено полностью. То есть они держат нагрузку один об одного. Три точки выполнены в таком стиле, с теми самыми размерами. Опорные лапы немного длиннее, потому что касеты выше. И опорные колеса аналогично выполняют функцию поддержки боковых крылок. В ней также нужно работать в плавающем режиме. Посмотрим в работе? Конечно, сейчас посмотрим. В общем заехали демонстрировать, на чужое поле кому-то повезет. Ну вот тут скорость дал, тут вообще разбивать начало. Сразу медленно ехал. Да и там в принципе нормально, да, получалось. Да, там неплохо, только меньше грудку разбивал. Ну я смотрю, первая дисковка была тут, ну вот такая. Грудка серьезная была. Наверное, глубокую дисковку сделал. Или сухо было, да. И глубокую, да, глубокую работу. Тут там грудка. Как по мне, я вижу, что четко. Ну это как советская барана зубовая, правильно? Все привыкли таким бараном. Видишь, тут копируют. Так, копирую, а потом верните увагу. Зараз выривняется. Так, она швидкости краще на барану. Ну так естественно. Что, сейчас тут запустим, да, барану? Так, поремняннее. Ну вот смотрите, как выравнивают. Ну в принципе, а что тут непонятного? Тут все и так знают, как бараны работают дубовые. Ну да. 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 В данной ситуации пружинная борона справилась гирше по пахоте, зубовая краще. Но давайте подивимся на то, что это идеальные условия для зубовой бороны, не для пружины. Да, все понимают, что это разные агрегаты. Да, конечно. Если сравнивать посевы пшеницы или ранее посев соняшника, то результат будет совсем другой. Мы с зубовой бороной уничтожим рослины, вытягиваем их из земли и лучше мы этим не сделаем. А с пружиной бороной, за счетом кутанахола и плавающих касет, мы можем хорошо, очень мягко спрацювать, закрить вологу. Поэтому сравненный анализ был только для того, чтобы уверены, как работает зубовая борона, а не доказать, какая из них лучше по пахоте. Мы, в общем, демонстрация на поле зубовой бороны, да, в ее условиях. Если сравнить на посевах, то, наверное, пружинная борона. Сейчас у нас также стоит не максимальный кут нахолу, но сам зуб по своим властивостям, он не может на скорость ударить и разбить грудку, потому что он еще в добавок пружинный зуб. Ну, я точно скажу, что по пахоте, конечно, зубовая это однозначно. Да, мы сами видим результат. И мало того, что она разбила грудку, она еще все выровняла. Зверните внимание, это вот после пружинной бороны. Вона не может быть такой тяжкой, как зубовая борона. Не может быть, потому что, я же говорю, в ней функциональность разная. В одной и другой бороной. Так смотришь вот так фон, как одинаковый. Вот где было очень жестко, где было очень грубо жестко, пружина борона не зашла. Ну, возможно, если может еще угол атаки поменять. Ну, у нас цель не показать, какая лучше, какая хуже, а просто продемонстрировать. Так, чтобы глядачей видели и понимали, что им нужно, какие функции. В общем, вкратце показали примерную работу. Понятно, что зубовая есть зубовая, она тяжелее и жестче работает зуб. Она его грудку будет лучше разбивать. С пахотой точно лучше справиться. С пахотой точно лучше справиться. В общем, такая конструкция отличается от нашей бороны. У нас к раме соединенные, вот эти секции. И рама, ну, как давит, так она работает. А здесь пружина, то есть секция ходит независимо от рамы. Разные конструкции. В общем, продемонстрировал, какие бороны делает Гермес компания. Ссылку на их сайт я оставлю в описании к видео или в комментарии, кто заинтересуется. Вес, я спрашивал, по-моему, около тонны вот эта борона. Та, по-моему, легче. Переоборот уже не помню. В общем, продемонстрировал. Всем удачи. До встречи.